Температура, ломота, слабость. Казахстанцы продолжают жаловаться на заболеваемости ОРВИ и гриппом и отмечать более тяжелое течение болезней в этом году. Некоторые даже связывают это с ослаблением иммунитета после вакцинации коронавирусом. Как медики объясняют происходящее и что прогнозируют, Ирина Вобещевич продолжит тему. Повышение температуры тела, ломота, слабость. Клиническая картина подразумевает это острый линит, танзелит, ларинготрахит, бренхит. Иногда заболевания еще подключаются и к нейктивит. Медики Караганды описывают симптомы сезонного заболевания, которое в этом году по-особенному косит население и не только у нас, а во всем Казахстане и даже мире. Люди задаются вопросом, не связано ли такое тяжелое течение, казалось бы, обычной простуды с ослаблением иммунитета после ковидных прививок. Идет разгар заболеваний, увеличивается количество вызовов по данной группе заболеваний. Пациентам, заболевшим, уже рекомендуется носить маску, естественно взять больничный лист, пролечиться дома и не заражать других, потому что это высококонтагиозная вирусная инфекция. За два года пандемии и карантинных мер многие соблюдали все меры предосторожности, поэтому заболеваемость вирусными инфекциями и простудными заболеваниями была низкой, пояснила вчера министр здравоохранения Ажар Геният. В этом году, в связи с тем, что КВИ стал протекать в более легкой форме, отмечается подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом. Тяжелое течение связано с тем, что люди два года подряд не болели. Снизился иммунитет к этим вирусам. С вакцинацией это не связано, сказала глава ведомства. Министр здравоохранения пояснила, что во всем мире отмечается сезонный подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом. Согласно мониторингу, идет постепенное снижение заболеваемости гриппом, о чем свидетельствует снижение вызовов скорой помощи, поступления людей в больницы и заболевания детей в детских садах и школах. Однако, расслабляться рано. Не рекомендуется пациентам, что самая главная рекомендация – заниматься самолечением в виде антибактериальной терапии. Все-таки вызывать врача и прислушиваться к лечению врачей, рекомендации врачей.